МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая обличка пригорода. До первой костричнике у Боровлянах должны завершить масштабное доброе упорядкование. Планируем здесь, в Одессийского совета, сделать бульвар, чтобы люди могли выйти погулять, отдохнуть. Городский лоск при столице. Репортаж Вероники Цверко. По летним распорадкам в Минском районе рыхтуются до сезона от Пашинку. Пожалуйста, обращайтесь в Минский райсполком для организации летних сезонных кафе и прокатов пляжного оборудования. Зелёные ровары. Волонсёрский проект для аматоров велопрогулок стартовал в Солигорску. Начиная с прошлого лета, мы ремонтировали велосипеды для своих друзей, знакомых, родственников. Просто так. Пятнадцать тысяч пустующих участков планируют продать сё лета на Минщине. Такий подыход станет решением проблемы с предоставлением земельных наделов. Каб не тратить бюджетные гроши на инфраструктуру и коммуникации на новых территориях, у Минской области принято решение на протягу года давать информацию о пустых участках в уяснуютых вёсках. Гэта дозволит навести парадок у населенных пунктах и не будавать дамы в чистом поле. Новая обличча прыгородов до первого кострышника в Боровлянах повинны завершить работы по реконструкции дорог и доброупорядковании посёлка. На это выделено больше за 600 миллиардов рублей. Боровляны – первый населенный пункт Минского района, уключенный в областную программу по комплексным развити и доброупорядкованию. На Чарзе – Мачурищи и Колодющи. Городский лоск пристолича. Репортаж Вероники Тверку. Взвыше 40 тысяч людей живут в невеликих Боровлянах. Посёлок Дауно больше подобный на город. Новое обличча населенного пункта Мясцовая Жихара оценят уже у Кострычнику по завершении комплексной реконструкции. Разработанный план комплексного благоустройства Боровлянах. Самая основная задача – это разгрузить дороги, то есть усовершенствовать перекрёстки, установить светофоры. Обновлять асфальт тут почали с Саковика. Дорожные службы заполнивают, что после ремонта дороги у посёлка по якости не будут соступать столичным. До перекрёстка с областной больницей у нас будет четырёхполосное движение, пешеходные дорожки, светофоры, полосы разгона торможения, то есть благоустроенная, настоящая улица, можно сказать, минских параметров. Вторая дорога – Дубавлян и Боровлян и Королевстан, которая идёт в детской больнице, там тоже будет протяжённость участка километра, тоже четырёхполосное движение со светофорами, с ПСПшками, всё положено. Зарабить с Боровлян город картинку доручил губернатор в области. Больше за 600 миллиардов рублей было инвестировано в инфраструктуру посёлка Капкаренным, чином изменить его выгляд. Планируем здесь, в Одессийского совета, сделать бульвар, чтобы люди могли выйти погулять, отдохнуть, присесть, поговорить, воздухом свежим подышать. Что год у посёлку становится на пять тысяч жихаров больше, тому забеспечить людям комфортное проживание особливо важно. У первую чергу парадок приводить продомовые территории. Коммунальные службы выращают наибольшее острое питание. Застройка здесь плотная, расширение автомобильных стоянок очень актуальный вопрос. Сто процентов мы все дворовые территории не освоим, но вот именно проблемные места, где-то порядка 12 парковок, хороших парковок внутри дворовых, будет сделано уже к первому октябра нынешнего года. Приятно выйти на улицу, в самом деле посмотреть и асфальт, и парковки эти для машин прекрасные. Я очень довольна. Боровляны особливо запотребованы, дякую чебуйным клиничным центрам в области и республики. Больше сручным станет не только подъезд до медицинских установ, а лею мовы для пациентов. Господаршим способом уже ремонтует дитячую больницу. Дети очень довольны, потому что дети у нас, некоторые по несколько раз в году тяжелые системные заболевания лежат, приезжают, они просто не узнают отделение, потому что все преобразилось, все стало очень красиво. Но это, конечно, положительно сказывается на эмоциях, на выздоровлении. Боровляны – первый населенный пункт Минского района, включен в областную программу по комплексным развитию и добропарадке немалых населенных пунктов. Развивать инфраструктуру в поселках, в которых худко растут, плануют, что год на Шарзе мачулищи и колодищи. Рынка Цверко, Тамер Малак, Минщина. Автономный пожарный оповещательник допомог вырытывать жить все трех человек. В згорании отбылось в одном из домов у Смиловичах, Червинская района. Почувший гуковый сигнал, господиня дома с мужем и сыном самостоянно покинули будинок и не потерпели. Огонь снижил веранду и дах. Оповещательник, семья устаревала пять год тому за властные сродки. Меркованная причина пожару короткое замыкание электропроводки. По летним распорадкам в Минском районе рыхтуются до сезона отпочинку. Затсведжены пиролик нестационарных объектов громадского харчевания, гандлю и пунктов проката пляжного обсталевания на березе водосховища у непосредной близкости до столицы. Заславская, Дроздов, Птичьи и Вячьи. Вызначены так самые критерии по оснащению объекта необходным обсталеванием и меблей для навидывальников. И своясобливая преференция для предприимальников. Месты сезона гандлю и пунктов проката предоставляются безвыплатно. В этом году предоставление мест под размещение этих объектов Минским райисполкомам будет предоставляться без проведения аукциона, то есть бесплатно. Поэтому мы приглашаем всех субъектов хозяйствования юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Пожалуйста, обращайтесь в Минский райисполком для организации летних сезонных кафе и прокатов пляжного оборудования на территории Минского района. Тур у природу. Лязгасы Минщины поверечивают прибыток от зеленого туризма. Найбольшую колькость отпочивающих приняли лесогасподарчие установы Березинска, Молодечинска, Логойская и Верейская районов. На Минщине працуют 24 поливничьи комплексы. До послуг гостей, кроме утульного жилья, активные забавы. Теннис, прокат велосипедов, катамаранов, прогулки на конях. Набирая популярность экологичный отпочинок. Зеленые стежки обсталеваны у восьмы Лязгасах. Дарычи только и летоси за кошт поливания с уделом замежных гостей, в области зарабили свыше миллиарда рублев. Из Норвегии охотники приезжали, охотились на волка. Даже с вертолета охотились, арендовали вертолет. И российские охотники в этом году уже норвежскими охотниками и приезжали охотники из Словакии. В основном это зимой и сейчас были охотники. С наступлением весеннего сезона это уже приезжают сюда с семьями, с детьми. Есть у нас здесь экологическая тропа, радышком протекает река Виле. Очень живописные, красивые места, старые поймы реки. Здесь большой, красивый берег, прекрасный вид открывается на речку. Также рядом здесь у нас есть еще источник, где мы организовали купель. Зеленый ровер с Олегурске и велоаматры готовы допомогать же храм города шахтеру подрихтовать своих двухколых коней до сезона активного летнего отпочинка. Отмысловую майстерню засновали неколькие юнаки, которые не уявляют своего життя без прогулок на велосипедах. Открылась и лекарня для транспорта месяц тому. Энтузиасты поспели провести доброчинную акцию. Адрамонтовали велосипеды для маленьких жахару детячая дома семейного типа увезцы краснодворцы. Майстеры на все руки, хлопцы могут дать другое життя на вот старым и сдавалось безнадейным двухколом. Таким чином юнаки стараются якмага больше людей притягнуть до здорового ладу життя. Люди переносили велосипеды, которые уже не имеют никакой материальной ценности, но они им как-то очень дороги душевно. И просили восстановить. То есть, ну, мы все, что могли, делали восстановили, люди были счастливы и довольны. Подготовка у нас заняла около года. Во-первых, нужно было набить руку и подготовить мастерскую к сезону. И начиная с прошлого лета мы ремонтировали велосипеды для своих друзей, знакомых, родственников просто так, для того, чтобы научиться ремонтировать. Так это у меня все. Доброго вам настрою и до встречи.